Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем с вами играть на карте свопа агро с сезонами. И продолжаем мы, соответственно, пытаться выбраться из той задницы, в которую мы себя загнали кредитами и тем самым прочим. Если вы посмотрите в правый верхний угол, увидите баланс и поймете, что все не так хорошо, как могло бы показаться на первый взгляд. Но с другой стороны, есть и хорошие новости. Давайте вообще посмотрим, что мы имеем на данный момент. Во-первых, недалеко от нашего дома у нас есть импровизированное поле, которое мы назвали полем 99 и засеяли льном. У него уже вторая стадия созревания и, в принципе, довольно скоро мы будем его уже убирать. Ну и, скорее всего, мы его после уборки сразу же продадим. Также мы видим, что он дважды удобрен, поэтому сегодня надо будет все это дело удобрить еще разочек. Но это, в принципе, небольшая проблема. Далее мы перемещаемся на гигантскую лужайку, которая находится на юге этой карты. Как видите, она вся у нас скошена и затюкована. Трава еще не выросла, хотя уже три дня игровых прошло с тех пор. Но, видимо, сейчас придет лето и травка здесь заново появится. И, скорее всего, придется, друзья, ее еще раз косить. Ну и, друзья, что самое приятное, то, что в нашей собственности есть биогазовый завод. Мы взяли в аренду вот этого маза с этим прицепом. И с помощью этого прицепа я вот таким вот образом сюда свозил все тюки, которые там затюковались. Если кому интересно, то вот мы можем заглянуть сюда и увидеть, что 9,5 часов отработал этот трактор. Мы его брали для того, чтобы чисто покосить то поле. Да, он немножко медленно работал, но 9,5 часов ушло для того, чтобы это все дело покосить. Вслед за ним мы же взяли вот этого самого трактора, который все это тюковал. У него чуть меньше времени это ушло. Но он его догонял, я его останавливал, чтобы он работал полностью в своем темпе. Потому что лишний час аренды это тоже деньги. Но это все дело работало на курсплее ночью, пока я спал. А вот возить тюки мне приходилось самому. И соответственно на это все время у меня ушло 2,5 часа. Ну и в итоге, что мы имеем тут по количеству тюков. То вот сюда вот я их поскладывал вот так вот аккуратненько. Ну как аккуратненько, в принципе более-менее аккуратненько получилось. Где-то нет, где-то да. Для тех, кому интересно, получилось их здесь 689 штук. Это конечно намного больше, чем мы сделали на прошлом поле. И в принципе это позволит нам, скажем так, идти в некоторый плюс. Поскольку в прошлый раз мы около 120 тысяч заработали на продаже тюков. На той вот лужайке, которая находится за биогазом. Она кстати походу до сих пор не выросла, да? Да, она еще во второй стадии, скажем так, созревания. Видимо один сезон идет на траву. Я честно говоря не помню, давненько не играл с сезонами. Но сейчас мы это все узнаем. В любом случае мы возвращаемся на биогаз. И в принципе первая наша задача это продать эти все тюки. Мне писали о том, что тюки здесь меняют свою цену в зависимости от времени года. И я не знаю, с одной стороны мне хочется подождать лето, чтобы рискнуть. И авось цена будет дороже. Я знаю точно, что зимой они будут дороже, зимой ценится больше. Просто если мы сейчас посмотрим в меню экономики, там где у нас цена носилась. Мы не можем никакого вывода пока сделать, когда цена выше, когда цена ниже. Поэтому пока что мы действуем на свой страх и риск. И в принципе, наверное, давайте их продавать по той цене, которая есть сейчас. Не знаю, один для пробы закинем. 829. Чуть-чуть подешевела у нас травка. Я думаю, летом она, кстати, самая дешевая будет. Поэтому он, скорее всего, имеет смысл продать это все именно сейчас. Зиму сейчас ждать не вариант, потому что, ну, сами понимаете, не вариант в общем. Вот эту хреновину неплохо было бы отсюда отогнать. Она немножко мешает. Почему она здесь запаркована, хрен его знает. Но, друзья, мы начнем с того, что мы поставим удобряться наше поле. Для этого мы возьмем вот этот самый трактор. Отцепим тюковщик. Точнее, даже не отцепим, а поставим его в гараж пока что. Соответственно, мы закрываем ворота. И все. Пока что он нам не нужен. Берем эту вальтру. Соответственно, едем на базу. Берем удобрялку. И едем удобрять поле. И, друзья, первая проблема, с которой мы сталкиваемся, перевешивает у нас неплохо так. Наша удобрялка, эту самую маленькую вальтру. Надо было побольше взять. Но я что-то сначала подумал, что не хотелось мне, в общем-то, платить за аренду за лишний час работы на этом тракторе. И она абсолютно неуправляемая. Надо ехать и брать противовес ей. А сделать, друзья, мы этого прямо сейчас-то и не сможем. Поскольку у нас тупо нет денег. Поэтому сначала мы продаем тюки, а потом удобряем поле и покупаем противовес для трактора. Давайте мы вернем все это дело сейчас на базу. Точнее, не на базу, а в гора, чтобы это как-то более-менее смотрелось. Да, он совсем перевешивает. Все, пускай эти товарищи стоят здесь. А мы тогда переходим на БГА и продаем эти тюки. По крайней мере, продаем их до тех пор, пока мы не выйдем в ноль, чтобы была возможность купить себе гирю противовес. Друзья, на этом мы немножко приостановимся. У нас пошел дождик. Мы опустошили, в принципе, примерно половину, там плюс-минус. Мы вышли в плюс. У нас 86 тысяч рублей сейчас есть своих денег. Правда, да, мы по уши в долгах. Но все равно, в общем-то, мы можем сейчас что-то либо себе купить. И в первую очередь нам нужен противовес для вот этого трактора. Поэтому давайте-ка мы отцепляем это дело и едем в магазин брать себе противовес. Смотрите, какая прикольная хрень получается. Во время дождя здесь появляется грязь. Я такого раньше еще, честно говоря, не видел. Это вообще в новинку. Это еще один жирный плюс этой карте. Открываем меню магазина и ищем в нем противовесы. Именно здесь они находятся. Я, честно говоря, не знаю, какой брать. Денег, в принципе, не жалко ни на какой. Но просто самый большой вот этот, есть вероятность, что он начнет перевешивать уже наперед. Короче, надо как-то угадать. Давайте вот, наверное, вот этот на тонну возьмем. По крайней мере, попробуем. Мы его, в принципе, купим. Он всего лишь 800 рублей стоит. Вон он впереди лежит. Надеюсь, он подцепится. И, в принципе, никаких проблем с перевесом быть не должно. Прибываем на базу, соответственно, уже с противовесом. Сейчас все это дело подцепляем по фэншую. И теперь у нас трактор более-менее стал управляться. Тем временем у нас тут растет лен. И, как я говорил, уже вторая стадия созревания, да? 37% уже выросло. Вот такая вот синенькая хреновинка растет. В принципе, очень симпатично его нарисовали, как мне кажется. Кто смотрел стримы, тот, в принципе, в курсе, что да как у нас здесь. Мы, соответственно, же генерируем маршрут на курс плей и запускаем его работать. У нас тут есть как раз незасеянное место. Отсюда, я думаю, будет идеальное место для старта. В поле 99, в общем-то, все как обычно. Соответственно, вот такой вот интересный маршрут по кругу. 9 полос у него поворотных получилось. Добавляем сюда поле 99 семена. Как вы помните, это маршрут на пополнение удобрялки. Этой удобрялки не хватит на это поле. В чем не хватит самое малость? Он съездит, заправится и потратит там еще чуть-чуть. Но в любом случае, пускай. Запускаем со стартовой точки, только надо поставить удобрение и посев. Все, друг, едь работай. Ну а мы же тем временем продолжаем продавать гребаные тюки. Погнали! И, друзья, последний прицеп мы с вами высыпем не на продажу, а на производство биогаза. Вот здесь вот у нас есть специальный триггер, куда мы засыпаем силос. Его можно и в тюках, и в сыпучем виде. И, соответственно, вот у нас тут появляется биогаз. Биогаз нужен практически на всех производствах. Производство мы пока запускать не будем, но надо, чтобы вот его чуть-чуть, вот этого самого биогаза, здесь все-таки было. Также у нас еще будет производиться дегистат, который будет вот в этой бочке храниться. Но на него немножко пофиг пока что. Главное это биогаз, и понадобится оно нам в ближайшее время для производства компоста. Но об этом чуть-чуть попозже. Сейчас же наша задача высыпать все это дело именно туда. Вот так вот. Соответственно, теперь мы можем этот ман запарковать, и будем думать, что делать с нашими финансами, которых у нас пока что плюсовое значение. Давайте-ка, друзья, пока перейдем в магазин и посмотрим, что нам надо на будущее. Во-первых, друзья, нам нужен комбайн, чтобы убрать лен. Я об этом задумываюсь именно сейчас, и возможно, стоит его взять в аренду именно сейчас. И как обычно, конечно же, я присматриваюсь пока что к торому. Если мы возьмем его в аренду сейчас, то мы будем за день платить по 2000. В принципе, это не очень много. Просто в момент, когда он понадобится, мы можем быть опять на отрицательном балансе, и тогда у нас возможности взять это все дело не будет. Поэтому давайте возьмем именно сейчас. Арендовываем комбайн. 30 тысяч мы за это платим сразу же. К нему же, соответственно, нужна сжатка и по фэншую взять та, которая идет в комплекте. Ее мы тоже берем, еще 3000 мы за это платим. Так что поле мы убрать сможем. Плюс, друзья, у нас на поле растет лен, а лен дает солому. Причем на этой карте она выделена отдельно, как льняная солома, которая имеет несколько большую стоимость, ежели обычная солома. Единственной проблемой только является то, что так как мы играем с модом сезонов, то вот обычная солома или трава и сено, их можно продавать только в тюках. То бишь, денег за них не дают. Леная солома здесь по прайсу, вот есть ценник, 177 рублей. Так что, может быть, это дело все-таки все сработает. И ее не обязательно надо будет тюковать, но мы это обязательно дело попробуем. Для этого нам нужно взять специальный прицеп-подборщик, то бишь, фуражный прицеп. Хочется, конечно же, взять топовый, но мы пока что обойдемся самым простеньким за 31 тысячу. И может быть, даже мы его сразу и купим. Да, давайте мы его купим. 31 тысячу он стоит, хрен с ним, мы его покупаем. Ну и увы, друзья, первое время тюки нас отпускать не будут. Нам нужна нормальная косилка, которая быстро будет все это делать. Поэтому, друзья, мы купим вот такую вот хреновину за 180 тысяч. Плюс мы поставим к ней заднее крепление, чтобы можно было подцепить сзади тюковщик. И тогда за один проход эта вся конструкция, если можно так сказать, будет все сразу и тюковать, и обворачивать пленкой. Так что мы тратим 180 тысяч и покупаем прямо в собственность все это дело. И тем самым у нас пропадает необходимость в этих двух косилках, валковой жатке и в тракторе, который мы взяли большой в аренду. Я имею ввиду белую вальтру, за которую мы платим пока что денежку. Поэтому сейчас все это дело мы вернем в магазин. И заодно посмотрим, насколько дороже, скажем так, в процентном соотношении продавать это все на магазине, ежели в меню. Но вроде как ненамного дороже. Оставляем все это дело в специальном месте для продажи. Лезем в гараж и просто для справки запоминаем сколько все это стоит. 330 тысяча двести шестьдесят и восемьсот сорок рублей. Ну а если мы продаем здесь, то ну ненамного дороже получается. 396, 1512. Да, короче, это все дело можно было сюда не везти. Хотя с тракторов может быть там по тысяче, по две лишних получилось бы. Помните, в прошлой серии мы с вами пытались как-то доставить эти гребаные трактора сюда. Но да ладно. Ну и соответственно вот эту белую вальтру мы точно так же возвращаем уже. Тут без разницы через меню или нет. Возвращаем из аренды, дабы деньги оно не жрало. Работать он у нас больше не будет. Пока что он нам не нужен. А вот это, друзья, наше новое приобретение. Комбайн и жадка, конечно, пока что у нас арендные. Но косилка это вот уже наша собственность. И надеюсь служить она нам будет верой и правдой. Ну и соответственно фуражный прицепчик для льняной соломы. Когда мы стремились сезонами, мы солому вообще возили вот сюда. Здесь у нас компост мастер, который перерабатывает отходы. В том числе и солому на компост. Его потом можно будет дороже продать. Для этого им биогазы запустили. Но вот льняная солома у меня почему-то здесь не выгружалась. Я не знаю принимает он ее здесь или нет. Потому что если мы посмотрим в справку. Здесь вроде как написано солома, но не написано льняная солома. И возможно это все-таки играет какую-то роль. Мы обязательно попробуем выгрузить здесь вручную прицеп с соломкой льняной. Если это все дело не сработает, то мы соответственно повезем ее продавать. Если же сработает, то мы загрузим до отказа компост мастера. Сюда 500 тысяч соломы влазит. У нас с этого поля стопудово столько будет. Остальное продадим. В общем-то вот так вот. У нас кстати вот этот товарищ сейчас приехал пополнить запас удобрений. Значит он уже... Да, он уже почти закончил как мы видим. Ну и замечательно. Сейчас мы опять-таки потеряем немножко денег на все это дело. Удобрения сволочь дорогие. Ну а пока есть свободное время, мы вот эту нашу технику перегоним на базу. Ну что ж, добро пожаловать к нам домой. Косилка и прицепчик фуражный. Как-нибудь давайте прицепчик мы запаркуем. Не знаю, например вот сюда. Пойдет и так. Ну а косилку пока что поставим сюда. Тем временем у нас закончила работу наша удобрялка. И как замечательно, что она сама выехала с поля вообще нафиг. Потому что если бы он остался в середине поля, пришлось бы все это дело протоптать. А так мы все это дело без проблем просто выезжаем отсюда и все у нас хорошо. И соответственно удобрялку с этим трактором мы тоже паркуем вот здесь. Вот и все хорошо. Калитку можно закрывать. И у нас есть время отдохнуть. Ну и в очередной раз, друзья, доброе утречко. 4.54 у нас на часах. Наступил июнь. Наступило лето. Сейчас рано рассвет, поздно закат. Самое время, чтобы поработать. Но работы у нас в принципе не очень много на самом деле. Травка у нас опять созрела. И сейчас мы пойдем ее опять косить. Но на этот раз уже на новой косилке. Вот на этой замечательной хреновине. В этот раз, друзья, мы с вами покосим две площадки. И та, которая около биогаза у нас. Она уже полностью выросла. Там будет самая такая травка, короче, созревшая. Ну и эту травку на взлетке уже тоже можно косить. Мы сейчас запишем другой маршрут. Потому что тот у нас был на 8 метров под косилку. Это у нас 14 метров. Или там 13 с копейками. Неважно. В общем-то другой маршрутик сейчас будет у нас работать. Так что садимся на это все дело. Едем на БГА. Берем тюковщик. И начинаем косить. И, друзья, на биогазе мы, соответственно, берем косилку. Точнее тюковщик, который у нас здесь вот спрятан в гараже. Цепляем все это дело к этой косилке. Благо это позволяет она это сделать. Сзади есть крепление. И, друзья, по курсплею сейчас нужно опять записать новый маршрут. Старый мы тем временем можем стереть. Потому что он нам больше не понадобится. И мы начинаем запись нового маршрута. Здесь мы, соответственно, прерываем запись маршрута. Точнее останавливаем запись. Ставим разные полевые работы. И генерируем маршрут уже на этом поле. У нас 14 метров ширина нашей косилки. Она не совсем, конечно, свалковая жадка идет в комплекте. Просто она посередине будет все это выплевывать. Поэтому сзади тюковщик будет сразу все это дело тюковать. Ну и поворотной полосы попробуем 10 штук поставить. Хотя, мне кажется, он сейчас сбросит где-то до 5. Вот как в воду глядел, именно 5 и получилось. Собственно, вот такой вот маршрут у нас получился. Поэтому мы смело со стартовой точки его запускаем. И он погнал косить. И, друзья, пока у нас тут все тюкуется, я думаю, имеет смысл начать уже собирать и возить тюки вот с этого вот поля, с этой лужайки на БГА, чтобы они гнили именно здесь, а не на поле. Почему-то мне хочется именно так. Поэтому мы, соответственно, берем маза и начинаем все это дело возить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, друзья, покос этого поля у нас завершился. Практически 5 прицепов у нас получилось с этой лужайки. Это довольно-таки неплохо. Так что берем нашу косилку. И я очень зря сейчас сбросил маршрут, потому что я забыл его сохранить. Ну, ладно, в следующий раз сохраним. Придется потом еще раз писать. Ну, да ладно, не будем париться по этому поводу. Поехали на вторую лужайку. И, соответственно, там провернем то же самое дело. И на взлетке мы повторяем ту же самую процедуру. Проезжаем вокруг этого самого поля, дабы показать контур. Главное, не забыть сохранить маршрут, потому что второй раз будет делать это впадло. В общем-то, погнали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И здесь же мы этот маршрут останавливаем. И на его основе уже генерируем на покос. На 9 полос по кругу он сгенерировался. В принципе, неплохо. Ну, теоретически, должен работать. Мы же его сохраняем, чтобы не забыть потом это сделать. Называем его покос травы взлетка. Ну, и запускаем работать со стартовой точки, друзья. И он у нас, в общем-то, пошел работать. На этом я с вами, наверное, попрощаюсь. Результат всей этой работы вы увидите уже в следующей серии. И тогда же мы, возможно, еще раз все это дело затюкуем, если травка там успеет созреть и, в общем-то, ну, понимаете. Плюс в следующей серии у нас уже, скорее всего, поспеет лен. И поэтому мы будем заниматься полевыми работами, то бишь уборкой всего этого дела. Что у нас тут по травке? Нормально ее набирается? Ну, да. Чуть-чуть меньше ее набирается, чем полностью созревший. Все равно будет травка у нас. Все будет хорошо. Нормально. Все, меня вполне устраивает. Так что, друзья, в следующей серии есть вероятность того, что мы рассчитаемся с кредитами или хотя бы обзаведемся какой-либо техникой, на крайний случай. Посмотрим, как что будет. Так что ставьте лайки, чтобы следующая серия вышла побыстрее. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Впереди много всего интересного, потому что сейчас мы выберемся из всех долгов, затаримся техникой и начнется реальная движуха. Пишите свои комментарии по поводу того, что вы, собственно, видите, свои идеи по развитию и так далее. Я с удовольствием все выслушаю. С вами был, друзья, Никита Дилэй и всем всего доброго. Пока-пока.